Друзья, всем привет! Что я вам могу сказать? Станочный шабаш продолжается. Масштабы катастрофы увеличиваются и увеличиваются. Смотрите, расположился уже полностью по всей мастерской. Даже напольные поверхности заняты деталями от станка. Здесь я уже кое-что начал окрашивать. Здесь пришла посылка. Здесь уже погнал счищать краску. Надо тоже красить колонну. Осталось пошабрить вот эту поверхность и с шабрением я буду заканчивать. Ты занят, да? На плиту надо забросить. Процедура как? Да. Или плохо? Прямо на эту становись. Чтобы повыше было. Сейчас чуть-чуть перехочу. Давай пока сюда не тяну. Вот так вот. Давай роняем её. Главное, чтобы винта не было, а то я уже линейками отдельными... Пластина другая стоит. Да, это плоская пластина. Она лучше сносит всякие вершины. Прямо как домкрат могу теперь. Главное, систему выработать домкратную. Так оно не на всю. Бугорок есть. Вот его там и должны сточить. Почти везде берёт. Пора закругляться. Крайний наброс. Ты смотри, как она прям прилетела. С каждым разом всё лучше и лучше. Ты смотри. Сказать не крайний? Я думаю крайний. Да хватит. Уже сколько можно? Уже около 30 забросов, ребята. Я с краю решил пожирнее сделать. Если она там стирается, пусть она там будет поплотнее. Логично, да? На дольше хватит. Не на 30 лет, а на 300. Жирные как чайки. По-моему очень даже хорошо. Видишь как? Можно её чуть-чуть по пятнышкам сейчас пройтись и гарантированно будет огонь. Вот здесь ярко видно, то есть по центрам. Самое интересное на сегодняшний день. Давайте приступим к обзору инструментов для шабрения. Итак, для работы нам понадобится... Во-первых, самое главное, самый краеугольный камень это сам шабер. И пластина шаберная. Пластина должна быть примерно вот такая. Это самый лучший из всех возможных вариантов. Пластина имеет сплав ВК-6ОМ. То есть он сделан с особо мелкого порошка. Поэтому очень остро затачивается. Долго тупится. Хорошо работает по чугуну. По каленому более-менее работает. По сверх каленому тоже можно работать. То есть иногда направляющие бывает чуть ли не до 70 единиц закалены. Такие пластины советского производства имеют полированную поверхность. Здесь вот мы затачиваем. Здесь мы никогда не трогаем. Затачивается небольшим полукругом и можно шкарябать. Снимать микроны металла. Хочу заметить, что пластина вот эта со знаком качества пережила еще один станок. Хотя затачиваю я ее безбожно. То есть не жалею, не притираю ничего. Хватает ненадолго шабрить. Но как видите, смотрите сколько ее еще осталось. Примерно треть еще можно использовать. Вот так можно за самый кончик зажимать и работать. Идем дальше. Естественно, нам понадобится, опять же самое главное, это краска для того, чтобы делать отпечатки. Я использую вот такую просто купленную в художественном магазине. Она черная. На мой взгляд, она дает самые лучшие отпечатки. Никакого масла я не добавляю. Не знаю, у меня почему-то она не засыхает эта краска. То есть мне на целый день работы ее хватает. Ну потом, естественно, я либо протираю, либо забываю протереть. И на следующий день, либо через месяц протираю обезжиркой. Все протирается, все отмывается. Просто масляная краска, покупаемая в художественных магазинах. То есть не акриловая, ребята, масляная. За все время, наверное, извел пару тюбиков. Далее, может быть это не совсем очевидно, но очень нужно, ребята, иметь тряпочки хорошие, которыми можно все очень классно протереть. Я использую микрофибру. Извел на станок где-то 20 таких салфеток. Естественно, вот такую очень важную вещь. Не прям такие перчатки. Просто перчатки, чтобы не загрязнялись руки. Потому что ранее я шабрил без перчаток и их потом нельзя было от этой краски две недели отмыть. Особенно под ногтями. Это очень важно, хоть и не так очевидно, но важно. Далее, один из самых важных инструментов это поверочная плита. Без неё очень сложно сделать плоско-параллельные детали. То есть такие, где сразу есть две плоскости. Потом на ней можно поверять всякие покупные линейки. То есть испытывать их, смотреть на точность. А также исправлять эти самые линейки. У меня есть множество инструментов, которые я изготовил сам. Вот раз, маленькая поверочная плита. Два, плоская линейка. Три, угловая линейка. И четыре, маленькая угловая линейка. Эти инструменты я сделал сам. Из-за того, что они самодельные, они немножко играют со временем и ухудшается точность. Где-то на 5 микрон через пару лет согнуло эти линейки. Хотя вот эта маленькая осталась ровная. Но её согнуло через месяц после изготовления. Где-то сотки на две. Я её подшабрил и вот она лежит ровненькая. Всё с ней хорошо. Видно, потому что короткая. Вот эту согнуло я исправлял. Тут где-то 5 микрон было. Эту согнуло прямо в процессе ремонта станка. Ребята, эти 5 микрон сразу видно. Потому что когда мы промеряем такой вот ровной линейкой, заводской шлифованной, стальной, состаренной. Ну изготовленной как надо, которая не ведёт особо. А потом перепроверяем такой линейкой. В общем комбинируем всё это дело. В итоге мы видим, что какие-то разные отпечатки. Значит что-то где-то брешет. И в итоге мы этот инструмент можем кинуть на поверочную плиту, проверить и если надо, подшабрить по пятнам. Так, теперь для чего что используется? Ну это вполне очевидно. Маленькую поверочную плиту можно использовать в тех случаях, когда не хочется тягать большую. То есть большую можно тягать только с напарником. Она весит 70 килограмм. А этой в некоторых случаях можно шабрить, шабрить, шабрить. А потом уже большую примерять. То есть она уменьшает количество подъемов большой плиты. А также ей можно точно такую же плоскость выводить, увеличивать количество пятен по крайней мере. Очень полезный инструмент. Да и плюс всякую маленькую мелкотню, чтобы лишний раз не юзать большую плиту, я делаю вот на этой плитке. Видите, я её уже начал выравнивать. Вот здесь есть завалы по краям, потому что её немножко повело. Да, ребята, надо постоянно ровнять этот инструмент. Постоянно. Во-первых, он изнашивается, когда мы трем по чём-то. Ну а во-вторых, особенно самодельный может повезти со временем. Вот такие линейки, если неправильно хранить, тоже может повезти. Ну не знаю, у меня ничего не ведёт, хотя я их храню не в вертикальном положении, как советуют вешать на гвоздик вот здесь. Ну я не отвергаю это всё. Естественно, если её повесить, то больше гарантий, что она останется ровной через 10-20-100 лет и так далее. Я владею двумя лекальными линейками длиной 600 миллиметров. Не помню, как они называются. ШД что ли? Вот. И одна метровая линейка. Метровая линейка малость поюзанная. Тут где-то тоже 5 микрон у неё есть износ. Но из двух сторон я выбрал лучшую, ребята. Тоже всякими разными хитрыми методами вместе с помощью поверочной плиты и с помощью таких линейок. Выбрал самую ровную сторону и её эксплуатирую. То есть ей... Сами понимаете, что можно делать. Можно выравнивать самые длинные поверхности. Вот у меня на одном станке была станина длинная, то есть на токарном. Вот здесь я выравнивал все эти направляющие. Хоть линейка и не на всю станину, но тем не менее мне хватило навыка, чтобы всё выровнять до соточки. Мой станочек токарный дает точность на всю длину во всех положениях и во всех углах. То есть всё чётко, всё хорошо. Далее, что у нас есть. Это опять же самодельная вещь. Длинной линейкой мы контролируем изгиб, а вот этой линейкой мы контролируем, чтобы оставалась плоскость. И вот так туда-сюда комбинируя, мы добиваемся гарантированно, что всё будет параллельно, всё будет плоскостно, всё хорошо. Может немножко винтом конечно пойти, потому что она опять же не на всю длину. Практически всегда. Ребята, что имеем, то имеем. Видите, изготовил сам. Был бы более длинный материал, может быть, сделал бы подлиннее. Так же есть и угловая линейка. Они всё тяжелее и тяжелее. Уже тяжко держать. С углом 55 градусов кажется. Я уже точно и не помню. То ли 55, то ли 60 градусов у нас на станках. Короче говоря, она подходит к нашим станкам. Сделана она была с какого-то суппорта деревообрабатывающего станка. Я ей пользовался. Опять же делал ласточкины хвосты на токарном. То есть всякие вот такие направляющие. Вот такие. Вот такие опять же. Потом я её отдавал чернегам. Чернеги её конечно классно выровняли. Возможно даже с помощью неё пошабрили все свои станки, потому что она удобная. Она не очень большая. Имеет угол, имеет здесь плоскость большую. Шабровка была конечно фееричная. У них вот здесь вот настолько меленькая, настолько красивая. Но ребята, как видите, тут уже пошла моя шабровка, потому что повело линейку и надо её перешабривать. Ну как, я её уже перешабрил. То есть здесь почти ровно всё, почти идеально. А вот эта плоскость и угол, они вообще идеальны. Всё сходится, всё чётко. Маленькой угловой линейкой практически не пользуюсь. Она больше подходит для каких-то микростанков небольших типа ТВ. Опять же её назначение пользоваться, когда не надо тягать огромные тяжёлые линейки. То есть чтобы облегчать себе труд. Она вырезана целиком из огромного куска чугуния, выпилена, вычленена. Угол сделан на глаз, потом всё пришабрено, отшабрено и выровнено. То есть даже так, если очень нужно, можно делать поверочный инструмент. Очень часто использую вот такие поверочные линейки. Есть побольше, есть чутка поменьше. Вот это классная нулевого класса точности. Данная поверочная линейка имеет ножевидную форму. И ей можно на просвет смотреть кривизну различных поверхностей. Так как эта плитка в данный момент не сверх высокой точности, то мы сейчас должны увидеть эту кривизну. На шаброванной поверхности практически всегда просвечивает. Но тут важно понимать, что мы смотрим. То есть в зависимости от толщины линии, от яркости и так далее. Просвет есть, потому что поверхность бугристая. Хоть и ровная, но она бугристая по-любому. В этом одна из сути и шабрения. Чтобы были масляные ванны, так будет значительно дольше служить станок. Такой линейкой можно быстро проинспектировать поверхности. Понять, что куда заваливается, ровно ли оно, криво ли оно. Использую постоянно, даже в быту. Далее. Банальные микрометры. Нужно иметь большую номенклатуру. То есть мне в ремонте фрезерного станка микрометров не хватило. Пришлось как-то изгаляться штангенциркулями измерять. Ну там точность, сами понимаете, не та. Но мне кажется, я изгалился всё-таки. Пользоваться надо вместе с валиками. Подбираются калиброванные валики, ролики. Я подбирал на 16 миллиметров для измерения ласточкиных хвостов. Опять же, тех же. Но данный метод подходит только для тех случаев измерения, когда отшабрены и ласточкиные хвосты, и вот эти плоские поверхности. То есть в таком случае воспользоваться валиками и микрометрами нельзя. Потому что поверхность по центру абсолютно никак не обработана. Ну а суть такая. Ставится два валика и микрометром измеряется расстояние. Измеряется в нескольких точках на всю длину станины. И после этого у нас появляются некие величины, больше-меньше. И мы знаем, в какую сторону шабрит ласточкин хвост, чтобы выровнять все направляющие, чтобы всё было ровно, ничего нигде не закусывало, когда будет ходить суппорт, стол или что там у вас ходит по станку. То есть так можно затянуть клин по максимуму и не будет ничего болтаться. Если не будет болтаться, не будет никаких вибраций, станок будет хорошо резать и работать. И ещё и ровно будет. Зачастую, правда, более важно, чтобы оно хорошо работало, ничего не дребезжало. Потому что на станке с вибрациями вообще невозможно работать. Далее уже идут более упоротые технологии измерения. Это измерение станочными уровнями. Имеется два основных варианта. Брусковый уровень и равный уровень. Брусковый уровень в два раза хуже по точности. А этот уровень 400 км имеет такую точность. Ну и плюс сам кубик под углами 90 градусов. И можно им тоже что-то измерять. С помощью данного инструмента можно измерять всё, что угодно. Всё, что находится под разными плоскостями, под разными углами. То есть можно и угол в 90 градусов измерить. Даже если расстояние там несколько метров. Особо много про уровни распространяться не буду. Все мы прекрасно знаем, как это работает. Только станочные уровни высокоточные. Можно, к примеру, поставить на вот эту направляющую и измерить. А потом поставить на дальнюю направляющую. И мы узнаем, винтом ли станина или нет. Ну вот собственно и почти всё. Есть у меня ещё вот такой лекальный уголок. Но его мало где использую, потому что он маленький. А вот был бы большой, было бы классно. Также часто использую щупы для грубых измерений. В данном станке всё более-менее точно было изначально. Поэтому грубых измерений практически не проводил. Ну а вот КМД использую постоянно. Это такая вещь, которая может по-разному применяться. И тут уж сама фантазия только может дать ограничение. В данной станине я, например, измерил параллельность вот этих двух направляющих. При том, что есть тут выступающая часть. Концевыми мерами я приподнял их и измерил. Вот там как раз таки мы до двух микрон и увидели точность измерения лекальной линейкой. По ценам так сразу я вас не сориентирую, сколько это всё стоит. У меня в основном всё не новое. Брал БУ либо сильно БУ. Например, линейки новые, они могут космических денег стоить. И чем больше, тем дороже. Ну я вот эту, например, за 1,5 метровую взял. Хотя, по-моему, можно при желании и за 15 купить, а то может и за 25. Если новая, там вообще новая, новая. Мне хватает, я не знаю. Тут 5 микрон неточности где-то, насколько я могу судить. Мне этого вполне хватает, ребята. После работы, если, например, нужно надолго законсервировать, я делаю вот так. Летучий жир испаряется и потом появляется прочная жирная плёнка, которая влагу не пропускает. Проверена, может лежать годами. Но у меня в мастерской не особо сыро. Не знаю, как там сверх сырых. Может пушечным салом надо мазать. Но у меня вот так, ребята. Достаточно ВД брызнуть тоненьким-тоненьким равномерным слоем и всё. Немножко подразобрал остов. Осталось снять двигатель, потому что будем менять подшипники. Снял гигантскую шестерню. Здесь буду менять подшипники на закрытые, чтобы не нужно было их обслуживать, смазывать. Что там? Есть что-нибудь интересное? Какая-то там роскошь. Похоже на что-то нехорошее. Много всякой дряни там. Попробую промокнуть масло туалетной бумагой. Я думаю, что ещё раз надо повторить процедуру и всё будет сухо хорошо. Довольно жизнеспособная оказалась технология. Ушло примерно 3-4 рулона бумаги. На остов, конечно же, очень много надо терпения. Поэтому я подхожу периодически к нему. На данный момент по шабрению всё готово. По обдиранию краски и вычищению готово на 50%. Вот так вот. На картках, ребята, каждый день вечером по одной-две детали крашу. Так она вроде бы как не напряжена. Идёт процесс. Короче. Вот так вот оно посимпатичнее будет. Во избежание в будущем всяких неприятных ситуаций, решил всё-таки исследовать, пока есть такая возможность, направляющий станка на момент наличия угла в 90 градусов. Дело это не простое, но похоже нашёл выход из ситуации. Нашёл, как выкрутиться и как померить, есть ли здесь угол. Значит, смотрите, угол должен быть между горизонтальной и вертикальной направляющей. Это довольно-таки важно и может в будущем мешать работать на станке. Измерение решил делать с помощью равного уровня. Но использовать его не как уровень, а как именно те плоскости, которые имеют очень точный угол 90 градусов. То есть это такой высокоточный квадрат. Струбциной скрепил вот здесь. Здесь просто положил тяжёлую линейку. Очень длинную, очень ровную. Ну и кмдшами буду туда-сюда гонять, смотреть. Подобрал уже необходимый размер, потому что именно так прикрепить не представлялось возможным. Всё равно было какое-то шатание. Вот такой размер очень точный. Здесь 90 миллиметров плюс 1 сотка. Не хочу заниматься ни обманом, ни самообманом. Хочу всё проверить. Вот смотрите, здесь плитка при малейшем движении шевелится. Видите, что делаю? То есть вот так, если она и качается, то примерно на десятку. Едем дальше. Здесь она тоже где-то на десятку качается. Едем ещё дальше. Попробую на сотку больше поставить. Видите, начинает двигаться линейка. Получается, если я на расстоянии в 15 сантиметров ничего не почувствовал, то даже если на всю длину будет сотка погрешность, то ничего страшного. Пришла посылка с ништяками для станка. Чтобы вы понимали, все эти запчасти были куплены из-за вот этой маленькой шестеренки. То есть они пригодятся. Тут много чего мне нужно, много чего не хватает. Но именно старт покупки произошел из-за шестерни. Похоже, были доброжелатели и человеку, который когда-то работал за этим станком, вкинули в колодец сюрприз в виде битых осколков от шлифовального камня. По крайней мере, мне так кажется. А что это ещё такое? Так что с ЖЭКой заказали на директ лоте пару лотов из-за этой шестерни. Да и плюс детальки пригодятся. Новая шестеренка немножко не подошла по диаметру, поэтому... Ну и здесь получается тоже теперь заходит. Тоже плотником, кстати. Ну что ж, всё хорошо. Шестеренка работает. Это очень большая радость, потому что можно будет собрать весь этот механизм и освободить половину мастерской. Решил показать вам уже открашенные детали. Крашу всё постепенно по готовности. Что-то Женька койот открасил, что-то я вот уже крашу. Всё, идёт сушка, ребята. Просушивается потихоньку краска. Ну а у меня на этом всё. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал. Поддержите Лойсом. Всем пока. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok